В Челябинске сегодня отправили под домашний арест авторитетную школьницу. 15-летняя Дарья Журавлёва прославилась на всю страну после истории с пьяным наездом на инспектора ГИБДД. Но к служителям Фемида она явилась по другому поводу, в качестве фигурантки уголовного дела о краже. С виду и не скажешь, что девчонка, которая сидит в сторонке и платочек в руках теребит, та самая скандальная мажорка. По сообщениям информагентств, накануне в доме у Журавлёвых сотрудники правоохранительных органов провели обыски В так называемой детской комнате они якобы обнаружили боевой револьвер с патронами. Следователи эту информацию не подтвердили, но судя по биографии семьи Журавлёвых, возможно, ещё и не такие находки. Какие ещё скандальные факты стали известны после пьяной резонансной аварии с участием Дарьи Журавлёвой? Кто и почему в течение месяца скрывал это ДТП? Эксклюзивное интервью участников происшествия в репортаже Виталия Кармазина. Антон Баранов, челябинский инспектор ДПС, впервые даёт интервью после аварии, которую устроила пьяная дочка местного авторитета. Полицейский помнит лишь, как чёрная машина внезапно сбила его на трассе. Почувствовал удар, не успел отрыгнуть, оказался на земле. Историю дополняет его напарник Рашид Садыков. По его словам, в ночь на 17 ноября инспекторы дежурили на трассе, высматривали пьяных водителей. Садыкову показался подозрительным чёрный Мерседес с выключенными фарами. За рулём сидела девушка. Когда показалось светящим железом остановиться, она перестроилась с крайней левой полосы в крайнюю правую полосу. И немножко снизила скорость, но затем ускорилась и произошло как бы дорожно-транспортное происшествие. На этих кадрах тот самый момент. Видно, как от удара Антона Баранова подбросило в воздух. Он чудом не оказался под колёсами Мерседеса. Рашид Садыков проверил самочувствие напарника и тут же бросился в погоню. Через несколько минут чёрный Мерседес врезался в дорожный знак. Девушка и молодой человек, сидевший на пассажирском сидении, выпрыгнули из машины и пытались скрыться. Были задержаны неподалеку от машины. Водители и пассажиры оказались несовершеннолетними. По зарелёнам находилась девушка, но она была с признаками опьянения. Водитель пояснял, что находится на учёте, и она была доставлена в отдел полиции. Пьяная девочка без прав, состоящая на учёте, на чужой машине сбивает полицейского. Казалось бы, экстраординарный случай, о котором точно должны узнать следственные органы, руководство полицейского главка и медики. Но в Челябинской полиции, видимо, посчитали иначе, как позже установила прокуратура. На место ДТП выехало начальство полка ДПС и резонансное происшествие, что называется, замяли. При наличии явных признаков преступления, необходимости регистрации, данный факт был укрыт руководством ГИБДД, полка ДПС, а также, полагаем, и УВД города. Заминали лихо. По данным прокурора документа, ДТП толком не оформлялись. Сбит инспектор на месте аварии. От госпитализации отказался, а позже переоделся в гражданскую одежду и направился в больницу. Там скрыл место работы. По окончанию смены переоделся и обратился в трампунт. Почему вы скрыли факт ДТП? Я не скрывал. Умысла не было скрыть. Но это же не пение было отражено ни в каких журналах. Ну, я не знаю. С остальными вопросами в пресс-службу ГИБДД. Младший лейтенант, очень молодой, по всей видимости, выполнял указания начальства. На кадрах с места инцидента видно с десяток патрульных машин с работающими спецсигналами. Только через месяц, после шумихи в СМИ, местная полиция пояснила, кто мог быть причастен к сокрытию факта ДТП. В ходе проверки будут даны оценки действиями руководителей городской госавтоинспекции. В связи с тем, что выявлен факт попытки укрытия чрезвычайного происшествия с личным составом со стороны одного из должностных лиц из числа руководства городского полка ДПС. В настоящее время, на период проведения проверки, полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Оценку должны давать подполковнику Михаилу Савенко. С 2013 года он возглавляет ГИБДД Челябинска. Человек в городе известный. Сам задерживал преступников, периодически лично выезжал на места аварий и ходил в ночные рейды. Особый упор уделяется на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, таких как управление транспортным средством в нетредственном состоянии, водители, лишенные водительского растерения, либо не имеющие водительского удостоверения. Где Савенко сейчас, непонятно. За него ситуацию комментирует временно исполняющий обязанности начальника Горшков. В случае чрезвычайных происшествий с личным составом, лица, причастные к этим происшествиям, должны незамедлительно доложить вышестоящему руководителю. Знало ли руководство городской госавтоинспекции произошедшей аварии, будут выяснять сотрудники Следственного комитета. В ведомство направлены материалы для возбуждения двух уголовных дел. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовная правоооценка действиям сотрудников полиции, не зафиксировавшим данное нарушение в установленном законном порядке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Местные журналисты связали попытку скрыть аварию с семьё несовершеннолетней нарушительницы. Её отца, Владимира Журавлёва, сначала называли влиятельным бизнесменом, потом чиновником, но он оказался местным авторитетом. Несколько раз проходил по уголовным делам о хищениях у деловых партнёров. В феврале 2017-го выслушал приговор за перестрелку с полицейским. Оказалось, Журавлёв выпивал на улице и зачем-то придрался к случайному прохожему. Без какой-либо причины подошёл к данному потерпевшему, приставил к его голове пистолет травматический, стал выяснять его личность, то есть кто он такой. Эту картину увидел полицейский Эдуард Самседдинов. Он вёл скрытое патрулирование и был не в форме. Когда офицер потребовал отпустить мужчину, Журавлёв открыл огонь, и началась перестрелка. И подозреваемые полицейские ранили друг друга в ноги. Позже следователи возбудили дело, Журавлёва осудили. Значит, Журавлёву к отбыванию наказания в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На процессе присутствовала мама Владимира Журавлёва, говоря, тоже ранее судимая. Вот как она прокомментировала решение суди. Но дочь Журавлёва за 2 года вполне себя нашла. Тоже похожа на криминальной стезе. Выяснилось, что школьница забирала у своих одноклассниц деньги и золотые украшения. Об этом пишут местные СМИ. Она говорила девочкам, что втопчет их в асфальт, заставит их есть асфальт и целовать ей ноги. Зная личность подсудимой, школьницы восприняли её угрозу реальными и отдали украшения, которые та затем сдала в ломбард. В школе о подростке говорят с неохотой, словно опасаясь последствий. В нашей школе учится недавно, я вам скажу, 3-го года. Не посещают занятия? Нет, она посещает, просто как бы трудный подросток. Вот как бы это же можно оценивать по-разному. В общем, беспокойство он доставляет. Беспокойство вылилось в два уголовных дела в отношении школьницы. За грабёж и вымогательство. Суд начался в ноябре, как раз за несколько дней до пьяного ДТП. Теперь может появиться и третье дело за нападение на полицейского. Пока же единственное наказание, которое семья Журавлёвых понесла за пьяную аварию с инспектором, это штраф в 500 рублей, выписанный маме. Но подростка всё это, видимо, особо не пугает. Она готовится к Новому году, выкладывает в соцсетях фотографии подарков. Не пугает это, похоже, и родных. В семье, где, по данным журналистов, были судимы бабушка и папа, под Новый год ожидают укрепление криминального авторитета фамилии. 15-летняя дочка, возможно, получит первую судимость. Виталий Кармазин, Александр Новмов, Вести, дежурная часть.